Кузьминова Варвара Казалось феерия, я бы сказал, падение рекордов, все три пали, рывок, толчок, по сумме двоеборинг. Каково это сейчас, быть рекордсменкой и сразу по трем дисциплинам? Счастье, очень рада. Сколько ты шла к этому? Долго, год, наверное, чтобы стать первой. А когда вообще начала заниматься тяжелой атлетикой, сколько лет прошло? Шесть лет, шесть. Кто тебя притащил за руку в зал или как было? Папе, за это я ему очень благодарна, что он привел, мне очень понравилось. Папа как-то с тяжелой атлетикой связан сам? Нет, он ходил в зал, и я увидела Михаила, мне понравилось, и начала ходить. Сегодня была где-то сложность в чем-то, чтобы добиться трех золотых медалей? Ну, во всем было очень сложно перебороть себя, не бояться, не нервничать и выйти все поднять. Поделитесь, когда вы познакомились, начали тренироваться вместе? Ну, вот ей было пять с половиной, наверное, лет. Она ходила в детский садик, папа тренировался в соседнем зале, ну, боксом он приходил, занимался. Забирал ее садик и приходил на тренировку. А там как раз мы недавно открыли зал тяжелой атлетики. И вот она так приходила, поднимала палочку сначала, а потом выросла. Вы сразу заметили потенциал какой-то? Давайте сюда переместимся. Вообще Ольга Михайловна моя ученица, я ее тренер, и все спортсмены, которые и зал, мы это вообще делаем, это наше общее. И в старой купавне вместе тренировали, и в зеленом вместе координировали все планы, нагрузки. Да, она сказала, что пришла девочка такая способная, и сразу начала показывать, сразу начала показывать. Ну, хорошие результаты, мы не могли с чем сравнить, но хорошие-хорошие результаты. Но уже к 7-8 годам она уже выступала на областных соревнованиях и уже узнала рекорды в Московской области. Это по старым правилам еще можно было допускать, младшие возрастные группы. Ну, по нынешним правилам этого нельзя, но тогда можно было. И уже в возрасте 9 с половиной лет Варя на всероссийском турнире в памяти Окунева на призы Берестова поднимал уже норматив мастера спорта. Ну, тогда такой весовой категории не было официально, 40 килограмм. Она выступала в категории 40 килограмм, это была юношка категория, детская. Вот, но когда нормативы изменились, изменились в категории, то перевели ее результат на нынешний 110. Ну, она подняла 109 сумма, ну, на 6 подхода выступила, нет, мы не планируем еще выступать. Вот, конечно, уже все в России, уже, наверное, тренера уже обратили на нее внимание, что девушка с уникальной способностью. Вот, и Варя продолжает. В прошлом году дебютировали на всероссийских соревнованиях, на первенстве России, здесь же Старом Асколе. Она стала второй, уступила, еще была молодая, но год на подготовку, и мы уже прошлогодних обидчиц как бы уже опередили. То есть она опередила и свою взрослую группу, и следующую взрослую группу, и она показала высшие результаты в этой весовой категории. Чего больше влияния? Мужчина-тренер или женщина? Общие. Как вы взаимодействуете, интересно, как делите полномочия? Ну, в основном персонально занимается Ольга Михайловна, с ней контакт, а общее, как планирование, общее такое, что это за мной. А непосредственно, как бы, и мы ничего не делим, это не перетягиваем одеяло, что кто в какой момент нужнее, тот в такой момент и работает. 15 лет или больше, 20, наверное, скоро вместе. Очень привыкли и очень, как бы, близко общаемся. Ну, эффективный тандем получается, я так понимаю? Да, да, совместная работа. Что дальше теперь? Какие цели на ближайшее будущее? На мир, в Мексику, на Европу, которая состоится в Казани. Надеюсь, состоится. Кто-то смотрит тебя сейчас, трансляции, болеет за тебя? Мои близкие родители, бабушка, дедушка. Передаю им большой привет, спасибо за поддержку. Люблю вас. Ну, что бы ты могла еще пожелать девчонкам, ты отсоревновалась, впереди еще выйдут на помост, там, следующие, ну, уже, так скажем, с высоты своего опыта и вот прошедших выступлений. Не нервничать, не бояться и верить всегда в себя. И у вас все получится. То есть у нас большие глобальные цели – вывести спортсменку на взрослую команду и пытаться уже взрослой команде раскрываться и показывать результаты. Поэтому небольшой объем работы еще предстоит сделать. Ну, смотри, рекорд России пал. А как насчет рекорда мира? Когда? Какие перспективы, когда ожидать? Ну, надеюсь, что в этом году стремиться побивать больше, тренироваться, усиленнее. Веришь в это? Конечно. Самое главное – верить в себя, там все получится.